Три пожара обнаружены на Коркинском разрезе, но дым от него не достигает Челябинска. В Ленинском районе, жители которого почувствовали запах гаря, скорее всего, источники другие, заявила министр экологии региона Ирина Гладкова на итоговой пресс-конференции. Ростехнадзор их смотрел, он сказал, что их всего три. Они буквально некоторое количество назад времени говорили, что их гораздо больше, наверное, площадь достаточно большая. Но тушением сейчас занимается та компания, которая зашла. Она взяла на себя обязанности потушения. Ирина Гладкова отметила, что в министерство жалоб на дым от Коркинского разреза на этой неделе не поступало. Но в целом отношения между жителями области и ведомством в этом году активизировались. В 2017-м в Минэкологии поступило порядка 5000 жалоб. Также Ирина Гладкова отметила, что в Челябинской области за год зафиксировано 600 тысяч тонн вредных выбросов от производств при максимально допустимом миллионе тонн. Челябинские заводы выбросили за год 145 тысяч тонн вредных веществ. При этом за весь год в городе было 120 дней в режиме ММУ. Главная задача на будущий год начать рекультивацию Челябинской свалки и ввести новую систему обращения с отходами. Регион уже поделен на 6 кластеров. В каждом будет свой полигон, мусоросортирующая станция и рекоператор. Он будет отвечать за вывоз и переработку отходов. Рекоператоры уже есть в Магнитогорске и Кыштыми. Соглашение в Челябинске и Карабаши подпишут до 1 февраля. Останется выбрать оператора для Усть-Катавского и Саткинского кластеров.